Это место в районе небольшого греческого архипелага Форни в Эгейском море называют «кладбищем затонувших кораблей». Недавно археологи нашли здесь новые обломки 58 судов. «Это можно назвать одним из главных археологических открытий века. Оно может изменить учебники по истории. Мы узнаем о новых маршрутных путях, которые соединяли древнее Средиземноморье». Впервые эту область обследовали в 2015-м. Тогда учёные смогли обнаружить 22 затонувших судна. Они уверены, что будут новые находки. По их мнению, это самое большое скопление древних кораблей в Эгейском и, возможно, во всём Средиземном море. Некоторые обломки принадлежат судам периода ещё Древней Греции. Некоторые затонули совсем недавно, в 20-м веке. Больше всего судов греческой, римской и византийской эпох. По ним можно предположить, как корабли, наполненные грузами, путешествовали по Эгейскому, Средиземному и Чёрному морям. «Мы обнаружили абсолютно нетронутые обломки. Мы думаем, что мы первые, кто их нашёл. Они очень глубоко, на глубине 60 метров. Обычно, начиная с 40 метров и ниже, находятся корабли в хорошем состоянии. Всё, что выше 40 метров. Либо потеряло свою форму, либо было разграблено». Эта международная команда подводных археологов подняла с морского дна более 300 древних реликвий, главным образом – амфор. И эти сосуды позволяют лучше проследить маршрут исследования кораблей. «90% затонувших кораблей, которые мы нашли у архипелага Фурни, перевозили грузы в амфорах. В древности в амфорах в основном транспортировали жидкости и полужидкости. Часто это было вино, рыбные соусы, возможно, мёд». У этих скалистых берегов часто бывают сильные порывы ветра. Непредсказуемая погода, по мнению археологов, – главная причина стольких кораблекрушений. Также на суда нередко нападали пираты. Они облюбовали это место, поскольку здесь часто проходили корабли с ценным грузом.